Привет, мои хорошие! Начинаем тестировать новинки Фаберлик и будем мы это делать, начинать с порошков. Поехали! Как раз включаю стирку и у меня будет светлое белье, там какое-то белое, какое-то, ну такое, по остальных тонов, но светлое в основном. Все, я буду использовать универсальный порошок и хочу попробовать его без кондиционера, потому что здесь заявлено, что он смягчает ткани, сам порошок. И то, что он сильно ароматизированный, я хочу попробовать, будет ли оставлять он запах на высохшем белье, мне очень интересно. Поэтому первый за тест у нас с вами без кондиционера, порошок универсальный в артикуле 311, здесь от 35 грамм машинная стирка до 60. Я нашла у себя одну ложечку, 25 грамм, вообще 2 ложки положу, 50 грамм. У меня там почти полная машинка, много белья, постельное белье, светлые полотенчики, всякое вот все такое. Универсальный порошок у нас с вами гранулированный, как и все, и он имеет такие бирюзовые гранулки, яркая отдушка, очень яркая, очень насыщенно пахнет. Я надеюсь, что она будет оставаться и на белье, ну а я вам расскажу. Добавлять буду 50 грамм, 2 ложечки, такие по 25 миллилитров. Поехали стирать! Так, ну что, девочки, рассказываю по порошку, пока не забыла. Утро аромат на сухом белье остается, но он очень деликатный и приятный. Вот приятный-приятный. По мягкости белья оно действительно смягчилось, но прям вот слегка. То есть кондиционер, конечно, я добавлять впредь буду. Но оно мягче, нежели бы я стирала другим каким-то порошком без кондиционера. То есть вот серединка. Кондиционер, конечно, нужен, вода везде жесткая, но оно нормальное. То есть оно нормальное, оно средней мягкости. Вот это вот очень понравилось. Отстиралось все, ну ура, все отлично, все замечательно. У нас в среднем с вами пачка получается на 20-25 стирок. В среднем считать 23, да, среднюю дозировку брать. Ну, как обычный порошок Фиберлик. Так, что теперь буду делать? Сейчас буду стирать темные вещи, темные и цветные, и темные там уже с другим. Сейчас покажу. И буду добавлять кондиционер. Так, смотрите, сейчас у нас в ход идет стиральный порошок для цветных тканей. Здесь розовые гранулы. Он пахнет тоже очень приятно. Я даже, не знаю, вот этот, наверное, мне больше нравится. Но они оба приятно пахнут. Но здесь прямо вот цветочки, цветочки. Так, то же самое здесь у нас, та же самая граммовка. Артикул его 313. Сейчас покажу вам еще, продублирую состав. Хотя уже показывала, но в другом ролике. Вот смотрите. Вот он состав. Можете прямо на паузу нажимать и изучать. Такой широкий состав. Смотрите, тут экстракт корня лакрица, экстракт портулака. Ну, вот как-то так. И буду добавлять кондиционер. Вот он у нас с вами очень приятно пахнет. Цветочно. Экзотическая какая-то отдушка. Аромат очень сильно выражен по типу моей любимой органы. Поэтому имейте в виду. Ну, посмотрим, как он остается на белье. Артикул 317. Это у нас с вами на роли и гибискус. Он жиденький, совсем как водичка. Тоже показываю вам всю информацию, на которой не хочет фокус фокусироваться. Вот. Смотрите. Буду добавлять колпачок. Вот так вот прям. Вот этот вот досюда. Колпачок буду добавлять. Посмотрим, как смягчит белье. Посмотрим, как оставаться будет на белье. Но вообще написано на 30 стирок. И одушка у него из флакона очень ярко выражена. Стирала со вторым порошком с кондиционером. Что хочу сказать. На белье, даже на мокром, аромат нежный, еле уловимый. Нет этой резкости, которая слышна из флакона. Поэтому, кто не любит яркие ароматы, не бойтесь, девочки. Аромат достаточно деликатный. Вот в ванной развесила. И там вот есть такой легкий, приятный аромат чистоты. Легенький аромат такой цветочков. Деликатно, нежненько. На сухом, еле уловимый отголосок. Поэтому все классно. Все вот, знаете, такая золотая середина, как надо. Мне очень понравилось. Белье мягкое. Не скажу, что прям супер-пупер мягкое. От Сенситив, мне кажется, у меня все-таки помягче белье, нежели от этого кондиционера. Но мягкое, нормальное, мягкое, как бы золотая серединка, скажем так. Все отлично, все супер, отстирывает хорошо. Так, сейчас я вам покажу средства для мытья посуды. Нам останется с вами потестить пятновыводитель. Специально взяла новую губку, потому что новую губку в спине тяжелее. Да, она такая еще упругая. Вот. Так, смотрите, значит, средства для мытья посуды с дозатором. Я вообще пользуюсь вот таким дозатором. Сейчас у меня туда налито средство. Но вот такая бутылочка тоже имеет место быть. Как бы, почему бы нет. Если сотрать этикетку, она приклеена, будет просто стоять белый флакон. Минималистично красиво. Артикул 319. Не знаю, будут ли еще другие ароматы. Кондиционер точно видела будет, а про эти не помню. Гель-концентрат для мытья посуды, он очень густой. Действительно. Кумк, ват и питая. Очень приятная душка. Вот очень приятный экзотических фруктиков. 96% натуральных ингредиентов, 0+. И показываю тоже вам состав. Близко. Можете изучить. Смотрите, тут даже при замачивании. Разводить можно аж до 1 к 5. Он реально очень густой. Сейчас я вам покажу, как он пенится. Я уже второй день снимаю посуду. Мочим губку. Намочила. Смотрите. Я вчера 2 раза вот так пшикнула, но достаточно и 1, девчонки. Вот сколько с 1 раза выходит. И я перемыла целую гору посуды. Просто целую гору. И пена не сходит быстро. Все отлично, все замечательно. То есть на всю гору посуды мне ее хватило. Она такая плотная пена. Она прям ее действительно много. Видите, вот с одного пшика. Аромат вообще невероятный. И что хочу сказать. Моет до скрипа. Моет до скрипа. Все отлично. Мне сначала вчера показалось, что остается запах на посуде. Потому что он такой достаточно сильно выраженный. Но нет. Принюхалась. Вот стакан помыла. Принюхалась. Чуть-чуть улавливаю аромат. А через 15 секунд его нет. Поэтому все нормально. Аромат очень приятный. Руки вроде не заметила, что как-то там сильно сушит. И так далее. Пена обильная. Ее много. Действительно, ну кто любит разводить средства Туберлик, можете разводить. Никаких проблем. Отмывает до скрипа. Но как бы вот в принципе то же самое все сейчас. И с новым средством, которое перевыпустили, да. Для мытья посуды, которая стала погуще. От него стало побольше пены. Но и было хорошее. А стало еще лучше. Но вот видите, как бы пены много. Посуду моет хорошо. Отмывает хорошо. Как бы все супер. Никаких нареканий к средствам нет. Мне очень понравилось. А теперь у нас остался один кислородный, не кислородный пятновыводитель. Вот так он выглядит. Концентрат. Активный кислород. Состав показывала уже Дзенни ролик подробный на эти средства. Вот еще раз дублирую. Смотрите, здесь от 15 до 30 перкарбоната. Вот он он. От 15 до 30 отбеливатель на основе кислорода. Это перкарбонат натрия. Его здесь мало, но здесь много разных других активных компонентов. Мне очень интересно. У меня сильных прям таких пятен нет. Но есть грязные кухонные тряпочки. Специально их оставил. То есть в принципе то такие вот пятна есть. Эта тряпка вообще как бы грязная. И генералила. Она такая вот вся в пятнах уже. В таких потемнело. Сейчас я отключу еще оптическую стабилизацию. Мне кажется, так будет виднее. Вот так поведнее, мне кажется, да, пятна? Вот она такая вот должна быть зеленая. Видите, она вся вот в грязных разводах. Вот так. В общем, сейчас кипячу водичку. Будем замачивать в кипятке. Посмотрим, как хотя бы с такими несложными пятнами, я считаю, устраивается этот пятновыводитель. Смотрите, вот так он выглядит. Здесь голубые вот такие гранулы. Он достаточно крупный, гранулированный. И я ложки мерной в комплекте нет. Буду класть, наверное, вот так вот с горкой одну ложку. Я считаю, на две тряпочки этого достаточно. Давайте половинку еще, полторы. Вот так, полторы ложечки. По сути, две без горки. И выливаем кипяток. Так, смотрим, как все это дело происходит. Ой, больше не буду, наверное, наливать, потому что идет реакция. Смотрите. Ай, сейчас у меня все выйдет за края. Тряпочкой накрою. Очень бурная реакция, очень. Вы посмотрите, я не ожидала. Вроде и не сильно много перкарбоната, но вы посмотрите, что творится. Просто! Я полотенце в округе задействовала. Сейчас попробую закинуть. Мне кажется, так еще хуже будет, да? Воды чуть больше половины. Реакция очень бурная. Прямо вообще. Вроде успокаивается. Сейчас у меня все тут заодно замочится. И полотенце, и все теперь тряпочку свою найти. В кипятке. Вот оно, да, которое мы с вами хотели замачивать. Оп! Ну, вообще. Очень бурно. Я думаю, он справится. У нас с вами должны плавать вещи всегда, когда мы замачиваем, да? Их не должно быть много. Поэтому вот так. Ну, вообще, смотрите, какая пена. Обалдеть. Так, ну все. Уже вроде успокоился, никуда не льется. Оставляю пока на часок, потом проверим. Что, прошел час. Предлагаю посмотреть, как выглядят тряпки. Вода уже остыла. Но грязная, видите, такая водичка. Ух! Так, первая. Слушайте, ну вроде все отъела. Сейчас еще стирка к тому же будет. Вот тут, ну это... А, это дырка. А, нет, вот пятнышки вижу. Но мне кажется, сейчас после стирки дойдет. Потому что все уже нормально. Ну вот эта тряпочка тоже нормальная. Такие, знаете, они какие-то слюнявые. Вот такие вот, как будто гель какой-то. Вот тактильно. После чистого перкарбоната они, допустим, такие не были. Но чистенькие. Чистенькие тряпочки. Сейчас отправлю в стирочку. В принципе, мне понравилось. Здорово, отлично. Но я много бахнула, конечно, на две тряпки. Вот, поэтому... Ну, мощно, мощно. Хорошо все. Тряпочки постирались. Сушатся на батарее. Все идеально чистенькие. Очень мягенькие, хорошенькие. Три у меня тут. Я же забыла, какую с вами зеленую. И сиреневую, да? Ни одного пятнышка после стирки не осталось. Все изумительно. Многие писали, какая корейская серия в Тамбове. Но если я буду на ролике выговаривать о серии с корейскими ингредиентами, закос под Корею, произведенную в Тамбове, ну, это будет очень долго. Проще сказать, корейская серия. Поэтому вот так. Так что все, мои хорошие. Ссылка для регистрации, как всегда, под видео. Ждите новых затестов роликов. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.